Всем привет! Сегодня 14 число. Борюсик одеваться не хочет. Кто там стоит? Стеснюшечка проснулся, покушал, проснулся и не хочет, чтобы она ему носочки одела. Да, заигрывает Саня. Смотрите, как Саня заигрывает. Аня ему говорит, где тебе носочки одену? А он прыгает вокруг да около, как козочка маленькая. Мы сегодня едем в город, но вечером вы узнаете, вернее в конце этого видео, почему же я и Аня останемся в городе, а мальчишки, только мальчишки вернутся домой. Но обо всем по порядку, ребята. А сейчас поехали с нами в город. У нас сегодня очень насыщенный день. Мы в многие места планируем заехать. Если вам интересны наши поездки, оставайтесь с нами, поехали. Я только что подумала, это как в программе украинской хата на тата. Дом на папу. Есть такая передача. И женщины когда уезжают в какие-то отели, уезжают в какие-то страны, куда они мечтали просто. А мужчины остаются, сами себе обеды готовят, убираются, ну и с маленькими сидят. Вот Боря будет снимать, как у них происходит хата на тата в доме. И у нас выйдет хата на тата, семья Бровченко, Боря один дома. А где выигрыш семьдесят тысяч? А выигрыш будет вернувшаяся жена довольная, вернувшаяся дочь домой. Они и так возвращаются в программе. Эээ, так-то мы можем вернуться. Где материальная выгода? Ай-яй-яй-яй-яй. Вот вам вся правда о Боре Бровченко. А тебе все так говорят, что идеальный муж, золотые руки и так далее. И ты ломаешь все стереотипы о тебе. Ну вы же сказали, что дом на папу, а дом на папу подразумевает выигрыш. Выигрыш? Счастливая жена у нас в этой передаче. Ну ладно, пойдем. Будешь участвовать? Пойдет. Пойдет? Ну хорошо. Вот такие красивые деревья стоят в городе. Возле Ангары. Ангара порует. Улица Полярная. Полярная. О, так недаром она Полярная назову. Смотрите, какие деревья полярные стоят. Так красиво. Так люблю, когда такие деревья вынеют. Как будто в сказку попадаешь. Мы приехали на Полярную, простите, окно. Немножко грязновато, но ничего не сделаю. Боречка пошел сдавать воду в Бурсиб на анализ. А мы сейчас будем кушать. Как раз Боря маленький тоже выспался. Скажи, нам папа такую вкусняшку с утром приготовил, пока мама там тоже стиркой занимала и всем остальным. У нас папа приготовил очень вкусную вкусняшку. Сейчас покажу, что будем кушать. Нам папочка приготовил в грильнице вот такую вкусняшку. Это ментай запеченный в кляре, в гриле. И с хлебушком сейчас поедим. А чуть попозже заедем в столовую что-нибудь поедим. Идем в наш полюбившийся уже магазин Лента. Обожаем мы его. Он очень огромный, очень большой выбор всего здесь есть. Сейчас и мне в самолет кое-что купим. Я раскрыла секрет. Кто был на стриме знает, а кто не был на стриме, ну ладно, пускай для вас останется загадкой, что за самолет и так далее. Мы купили самолет. И домой кое-что купим. Пробурили скважину и на остаток купили самолет. Да, ну осталось там немножко. Миллиончика три. Мы такой небольшой самолет взяли. Да, от скважины осталось остаток. Борю занесло в винный отдел. Сейчас смотрите, скрытая камера снимает. Он даже не знает, что я его снимаю. Короче, вот покажу Борю за кадром. Это то, что он даже не ожидает, что я сниму. Вы посмотрите, что он вытворяет. И посмотрите, возле какого отдела он стоит. Когор. Муж мой, ты попал в открытую камеру. Да я попал вообще везде. Из хата и на тата попал, из вином попал. Я покупаю сладкий когор на причащение. Мы взяли бутылку вина, а оно оказалось кислым. И оно такое невкусное. Мы его там по чайной ложке в неделю пьем, но все равно кислое. Сладкое, красное, вкусное блюдо. Вот это я так понял, нашел. Да, это все вот здесь. А самое-самое из них сладкое? Как? Самое из них сладкое какое? К сожалению, вот в этом вопросе не подсказать не смогут. Вот православный бери. Смотрите, это когор, то есть у них сахар в принципе написан. Сахар 160. Ага, да, кстати, по этому. Вот нам такой бутылки, ребят, чтобы вы понимали, хватает на 2, на 3 года на причащение. Одной бутылки. То есть мы раз в неделю по чайной ложке вот на дворе с мужем причащаемся. Чтобы вы понимали, для чего мы берем когор, шутки шутками, но мы не пьем алкоголь. Иногда пьем безалкогольное пиво, и вот весь алкоголь, который мы применяем, кроме кефира и так далее, это вот когор на причащение. Все, пакетик едет домой. Мы там взяли кокосовые конфеты на фруктозе. Половина в самолет. Половина мне в самолет всего пойдет. Да не, не половина. Тут яблоки, бананы очень габаритные, ты говоришь, половина. Все тяжелое. А мелочевка себе взяла там тоже салатик. Все буду показывать. Бутылочку воды. Тут за 17 рублей, а тут 100. Да, воду взяла себе. В общем, все-все. А вот теперь как вы думаете, почему я остаюсь в Иркутске? Ну, со мной это все понятно. А Аня почему остается в Иркутске? Вот тут загадка, конечно, раскроется в самом конце. Ну, а я понятна. Я потому что улетаю в Сочи. Интересно, Аня летит со мной? Мы Аню бросаем в Иркутске саму? Что происходит, а? Проживал по конфете, которые купили. Ребята идут теперь в дочке и сыночке за подарком Боречке маленькому. Ну, а какой будет подарок, помните, мы вам говорили, узнаете. Вот, наконец-то он пришел с Москвы. Узнаете дома в жизни за кадром в другом видео. Приехали мы на центральный рынок. Слушай, давненько мы не ломались в городе где-то. Скажи, Борь. Да я прямо к стоянке подъехал. Чувствую, у меня гур пропал. Нет, я говорю, давненько мы с тобой не ломались, скажи. Да. Прям очень давно. Ремень слетел. А ну покажи, какой. Вот, вот. А где-то там. Вот. О, смотрите, какой красавчик ремень. Слетел ремень гур. Надо теперь новый купить, потому что у меня с собой всегда запасные есть. И на гур, и на генератор. А это я уже исполнил, значит, нужно купить. Запасливый, молодец. Вот про это я и говорила, что нужно к машине иметь доступ на стриме. Кто не слушал последний наш стрим, об этом я и говорила, что эта машина нам нравится тем, что можно самому ее починить. Конечно, у нее есть недостаток, потому что она ломается. Да, любая машина ломается. Но плюсов в УАЗ Буханке для нашей семьи намного больше, чем у любой другой машины. Поэтому, ну вот, приходится мириться с поломками. Увы, у каждой машины есть свои минусы. У кого-то грузоподъемность маленькая, у кого-то вместительность внутри машины маленькая, у кого-то там багажника нет, у кто-то праворукой машины, а мы не переварим праворукие. То есть у каждой машины есть свой недостаток. На какую-то машину дорогие детали, очень там она и ломается, у всей машины ломается. Ну, дорогие там детали, еще что-то дорогое, там для обслуживания масла и так далее. Типа наношу лантру, да. Слушай, она одна в Иркутске. Да, поэтому, а эта машина во всех параметрах расустраивает, кроме поломок. Но детали дешевые, поэтому она себя компенсирует, в принципе. Следующая наша точка, это центральный рынок. Здесь я тоже кое-какие продукты себе возьму. И возьмем продукты домой. Да. Зайдем в аптеку, мы сюда частенько ходим на центральном рынке, в торговом центре. Купим пластыри, у нас дома закончились. Пока мы были в аптеке, мы встретили своих подписчиков. Очень приятно было. Да, приятно, когда люди не стесняются, подходят, здороваются, знакомятся. Нам тоже приятно. Так что, если вы нас узнали где-либо, подходите, будем знакомиться. Взяла себе в самолет почитать истории. Давненько я, правда, их уже не считала, прям, наверное, пару лет точно. Мама нам тут печенье раздает. Вот, посмотрите на этого счастливчика. Ему печенечку дали. Водичку дашь, улыбнется, улыбушечка-то наш. Да, вот смотрите, какие у меня печеньки купили. Умные сладости делают без сакра, на фруктозе, без глютена, короче, все-все-все. Вот такие вещи. Мы сами делаем дома печенье, но прям сегодня себе позволили. Гулять так гулять, короче. Боря вернулся с банка, где оплатил штраф, который... А-а-а, что сейчас с Краснодара к нам приехал, когда мы летом в поездку ездили. Представляете? Вон, я непонятно, где он был, потому что по правам в ГИБДД и по номеру машины, по всему штрафов нет. А это от судебных приставов пришло, что я где-то в Краснодарском крае задолжал 500 рублей штраф. Что за штраф вообще? Везде у нас никаких долгов нету, нигде ничего, все проплачено. У нас там пару штрафов всего было за поездку. Заплатим так заплатим. И ура-ура, к нам приехал, вернее в магазин приехал шкаф Анюты, наконец-то. И мы приехали его забирать. Эконом, магазин эконом мебели. Олечка, может поближе как-то снимешь, показать какой магазинчик. Очень классные цены, очень. У нас уже одни друзья в этом магазине себе шкаф купили. Вторые друзья спрашивали тоже здесь Иркутска. А, вот, салон эконом мебели. А есть какая-то информация здесь? О, смотрите, кто в Иркутске живет, прям шикарный магазин. Мы сколько мебели пересмотрели в Иркутске, магазинов дешевле мы просто не нашли. И по качеству они такие мощные, просто, знаете, не фанерка тонкая, не картошка. Ну все, что в игровой, мы брали здесь. Да, очень классно. Вот и сейчас Аня шкаф. Смотрите, какую классную машину мы видели. Аня говорит, машина любовки. Кстати, сегодня 14 февраля. С Днем Святого Валентина всех влюбленных. Не знаю, касается ли это семейный праздник или нет. Скорее всего, это же не семейный праздник. Это больше, знаете, когда люди встречаются. Поэтому всех, кто встречается, кто любит кого-либо. Я имею в виду девушку, парня, кто идет к свадьбе. В общем, всех поздравляем с Днем Святого Валентина. И вот, видите, такой приятный, как это сказать, вид мы видим с вами. Вот пускай ваша жизнь будет наполнена вот такой любовью. Ну и каждую семью тоже хочу поздравить с этим праздником. Кто уже давно в браке, кто только женился. Вот много-много вот такой же любви вам в семью. Вот как обклеена эта машина. Чтобы она никогда не кончалась, эта любовь. Грузят нам шкаф на багажник. С магазина помогает парень загрузиться. Потому что шкаф тяжелый. А он выбежал и забежал. Видите, не только мы одни выбегаем в футболке на улице. Гружу мебель. Смотрю, брат у вас зовут. В сердечках есть такой. Я уже сняла тут его, да. А это вот мужчина. Это вы чем-то занимаетесь, да? Я прошел фотографа, переделывать машины это мое хобби. Но вообще я делаю машины для фильмов, а это лично. Для фильмов машины делаете? А вот можете вот зайти вот в инстаграм, ютуб. Ну, ютубы там мало, а в инстаграме там есть, как я. Ну, короче. Но я оставлю ссылку на инстаграм в описании видео, ребят. Так интересно. Вы работаете, работа такая, да, переделывать машины для фильмов? Ну, так и чуть-чуть. Ну да, пока да. Прикольно. Я либо путешествую по миру, либо я делаю машину. А как такая профессия называется, если не секрет? Автокастомайзер, да? Я просто впервые с таким сталкиваюсь, что человек переделывает машины для видео. Ну, это у меня хобби такое было. То есть вы и нашу машину можете переделать, если нам надо было? Ну, у Азика переделываю. Вот, давай, говорю. У Азик можно во что хочет переделать, хоть в танк. Не, я думала, что-то типа такого, знаешь, раз, там, два, такая крутая машина. Обращать, мы делаем Toyota Tundra с реактивным двигателем от самолета. Там, потом у нас еще один сейчас проект, там, восьмиколесная Tundra. Для этого мы крузаки переделывали, там, в кузах переделывали. То есть есть на канале, есть в Инстаграме немножко. Прикольно. А как-то отрегистрируется потом все дело? А, это чисто для себя погоняет, чисто? Ну, вот максимальное легальное изменение того, почему я езжу на этом. Трансмиссию не рвет на таких колесах? Ну, вояки нормально делают. А, военные москуты. Ну, короче, вот такого мы интересного человека посвечали сегодня на своем пути, ребята. Как вас зовут? А зовут как? Роман. А вас как? Роман. Где можно глянуть? А у нас семья Бровченко. Сейчас Боря вам тоже даст свою визиточку. Короче, обвинялись человеком визиточками. Прикольно. Приятно встречать по жизни таких людей. Мы приехали в одно интересное место. Нами любимое и облюбованное. И присмотренное уже давно. Да, туда пойдем. Я знаю, какое это место. Какое это место? Галамарт. Галамарт? Галамарт? Да. Галамарт. Это точно Галамарт? Да. Короче, ребята, мы устроили детям сюрприз. Они не знают какой. Приехали в торговый центр юбилейный. Да, мы приехали в торговый центр юбилейный. Нам здесь кое-что нужно. И сейчас мы скажем, в связи с чем вообще мы детям устроили сюрприз и что это будет. Поэтому пошли с нами. Покажем, что мы детям приготовили. И честь чего вообще приготовили. Стоп, машина. Нас пропускают. Поехали. Проходи, проходи. Вы посмотрите. Они на радостях тут поют, ликуют. Хотя не знают, что мы им вообще приготовили. Но ведут себя как будто и не знают. Что-то там прям праздник какой-то. Хотя есть праздник. Торговый центр юбилейный. Он один, да, в Иркутске? Город Иркутск. Россия. Да. Планета Земля. Кстати, есть. Это же центр только в Иркутске такой, да? Навряд ли он есть по другим городам. Это особенность Иркутска. Достопримечательность торговый центр. Короче, ребята. Чего мы сюда приехали? Пока ребята оторвались вперед. Мы хотим сделать им подарки к 23 февраля, к 8 марта. Мы понимаем, что к этому времени еще далеко. Но, но. На второй этаж? Да. Да, на второй этаж клифту надо идти. Но. Мы понимаем, что мы живем далеко от Иркутска. И как раз мы сейчас сюда приехали. И когда мы в следующий раз попадем, не знаем, навряд ли до 23 февраля мы еще сюда попадем. Но из-за того, что 23 февраля, а там недалеко 8 марта, праздновать мы будем это все дело отдельно. Мы уже запланировали, как мы отпраздновим эти два праздника. Но подарки именно хотим сегодня. Мы, ну как-то не стандартно, знаете, у нас все не стандартно, и пускай это тоже будет не стандартно. Обычно дарят прямо в день, а у нас это произойдет до праздников. Ну, нам так удобно, и мы так решили с Борей. И как бы этому дню приурочили сегодняшний поход в торговый центр, то есть праздником. Сына, ты обычно у нас, сейчас подожди, ты обычно у нас этим, на коляске ходил, ездил. А это мы забыли коляску дома. И сегодня он будет у папы на руках, на тележке и своими двумя. Нравится тебе сына? И возраст, скажи, уже позволяет, да? А пойдем с мамой, пойдем? Пойдем посмотрим, что это здесь за динозавры такие. Смотрите, ребята, смотрите, что здесь есть. Динопарк, шоу с живым динозавром. Выставка динозавров пришел. Пойдем посмотрим сейчас, что это такое. Что здесь интересненькое. Смотри, как красиво по коже. Класс. Посмотрите, китайчик. Привет. Китаец приветствует. Надо поприветствовать китайца. Вот так вот надо нагнуться, сложить руки. Это так японцеру. А, японцы, значит, это японец. Наверное, японский ресторанчик какой-то или что? Да, японский ресторанчик. Ну все, выходим, ребята. Выходим в такой шарик, я поделиваю Святого Валентина. Сейчас ажиотаж вокруг этих праздников, ребята. Кто еще не успел купить подарки, покупайте. Потому что... Сейчас посмотрите про сюрприз, подождите. Сыночка, пойдем с нами. Пойдем. 23 февраля, 8 марта. Видите, Валентинки, День Святого Валентина. В общем, все-все-все приурочено сейчас к этим праздникам. Поэтому не забывайте дарить подарки своим любимым. Вот так. Вот, смотрите, какой динопарк здесь открыли. Его в прошлый раз не было, когда мы были с 8 февраля. Интересно, сейчас узнаю, что это такое. И, видите, помните, мы в тот раз приезжали, здесь висел такой стенд, что скоро открытие. Открыли РБТ-магазинчик. Очень классный магазин. Вот так вот. К нам в торговом церкви подошли девочки. Знакомимся. Как зовут? Наташа. Наташа и Марина. Вот приятно познакомиться. Сейчас будем фоткаться. Короче, ребята, еще раз говорю, не стесняйтесь к нам подходить. Правильно? Ну, Валентинки, Валентинки, кстати, любимый, с днем любви тебя. С днем любви тебя. Ты просила роллы в самолете. Да-да-да, суши студии. Сейчас здесь и купим роллы тоже мне в самолет. Ну что, готовы к объявлению? Да. Объявляю. Мы. Вы знаете праздник, что такое 23 февраля, 8 марта? Что? Праздники 23 февраля. Чей праздник это? День мужчин. День мужчин. А 8 марта? День женщин. Ну, из-за того, что мы живем далеко от Иркутска, мы решили с папой вам подарить подарки, которые вы выберете сами. Сами? Да. Либо в Галамарте, либо в детском магазине. В детском магазине. Сумма на каждого из вас 700 рублей. Что хотите, то и выбирайте. Мы вам дарим все, что вы захотите, выберите на эту сумму. Вообще-то нет. Мне кажется, вы нам дарите 700 рублей, а мы за них покупаем все, что захотел. Но это то же самое. Единственное, что мы за вас расплачиваться будем. Довольны? Да. Семьсот, блин. Семьсот. Семьсот. Идем. В какой магазин идем? В детский, игровой или в Галамарте? В детский давайте сюда. А давайте и туда, и туда сходим. Они оба внизу. Они оба в одном месте. Нет, Галамарте сверху, а этот внизу. Ну пошли. Давайте сначала в детский, а потом в Галамарте. Хорошо? Пошли вниз. И ведем детей в Харри Кидз. Очень крутой магазин здесь в торговом центре юбилейной. Очень классный магазин. Очень здесь большой выбор игрушек. Все, выбираем. Интересно, что вы выберете? Я знаю. Я Борю мячик. Себе. Боре мы отдельно дадим подарок. Хорошо. Боре отдельно. Это точно они. Я помню, в каком магазине. Точно они. А Боре мы отдельно сейчас что-то выберем. Берите эту тележку. Я так частично поснимаю, но полный обзор Боречка сделает дома. Или когда я приеду, сделаем дома на канале. Когда ты приедешь, мы тогда сделаем. Да, потому что мы много разного всего будем покупать. И дети, и мы. Все сделаем обзорчик на канале. Ты с такой тележкой ездишь? Да. Мы уже 700 рублей будем выбирать. Смешной такой. Паша какой-то себе набор выбрал. Ты себе тоже что-то хочешь взять? Нет, это Боре. Нет, Боре мы с папой выберем. Ты себе бери, хорошо? Нет, для себя. Так интересно наблюдать, что дети себе хотят, когда им даешь волю. Не надо пугать нас. А что? Ох, я огромный здесь выбор игрушек. Что хочешь, на любой вкус. Ну и что, присмотрел что-то себе? Там тоже есть лего-наборы. Знаешь, где есть лего? Да, я уже там смотрела. Смотрел? Это что? Не знаю. Птица на радиоуправлении. Я не хочу себе ничего не нашел. Она дорогая очень. Только, мамой, я не понимаю, почему вертолеты такие дешевые? А? Я не понимаю, почему вертолеты такие дешевые. Ну, от качества еще и от качества много зависит. Чем дешевле, тем, конечно, качество похуже. Чем дороже, тем получше, более долго будет служить. Нет, это не в этом случае. Нет, это зависит от чего? Первое, то, что где вы видите, что они по акции. 699. Акционные. И второе, что есть, допустим, у этого вертолета 699, у него просто функция поднять, опустить и развернуть по оси, которые подороже, у них еще есть отклонение влево-вправо. Ну, то есть еще и от функций получается. А по качеству они одинаково, получается? Нам тут консультацию сразу дают в магазине. То есть как они летают? Этот поднимается только вверх-вниз и все, и вправо-влево поворачивается, крутится вокруг своей оси. То есть вперед, назад? Не, не летает. А как? Ну, вот такой. А, те, что подороже, те, знаешь, летают по-разному. Тоже вертолетик маленький. Тимофей засмотрелся на вертолеты. Пошел консультироваться с мужчиной. Где там что? Битва окул. Как только что было, мама, смотри. Она напала на Сашу. Камень! Немного эти темно свет делают. Мама, слушай. Ты сперешься с шестером патроны, и потом... Темно. А что такое нерф? Нерф это пистолет. Много заряжаешь и это. Есть беззарядка. Ну, вот 349, а это стрелы. А сколько сам нерф стоит? Вот такой нерф стоит, 1670. Да, они дорогие, эти нерфы. Нет, ну есть нерфы, которые дешевые. Нет, так это обычные пистолети, которые у вас дома, правильно? Есть такой нерф. Ну что, определились? Девушка. Ну, вот Боря, думаю, чтобы ему такого взять, что ему на его возраст сейчас будет интересно, понимаешь? И не одноразово. Вроде все у него есть, понимаете? Это такой возраст. Так это и есть у нас посудка. Такой возраст, когда он играет со всем, что есть у старших. Ну, как бы особо... У нас игрушек в вагон. Даже не знаю, что ему купить. А, я не знаю, что ему взять. Он такие шелестялки любит. Какие? Шелестялки. В смысле шелестялки? Ну, вот это, что там мячик. Что это на один раз? Можно на два. Это есть дома. Можно на три, можно на пять. Сейчас что-то. Как мне быть, я не знаю, что мне выбрать. Вы брать это за 600 рублей, или это за 400? Если все вместе, то это слишком много. А я хочу и то, и другое. Ну, в жизни не всегда получать и то, и другое. Ты принимаешь что-то одно, и можешь ли я маленький конструктор докупить до суммы. Вот такая она, Паша, жизнь. У нас просто есть определенная количество финансов, которые мы смогли выделить вам. Вот так вот, ребята, с детства. Там кто-то говорит, сейчас вы можете нас засыпать комментариями. Вот, могли бы доложить. Есть определенный бюджет в каждой семье. И у нас бюджет 700 рублей на ребенка, и мы не можем доложить. И если мы доложим, то не хватит на то, что мы запланировали купить быт для себя, ну, для дома, яме, для семьи. И поэтому ребенок с такого возраста, когда родители говорят, вот есть сумма и не больше, они учатся планировать, ограничивать себя, во-первых, в желаниях. Во-вторых, они учатся оценивать, что для них важнее на данном этапе жизни. Нерф или там набор, который он себе решил взять. Поэтому это полезно детям. Они не умрут, поверьте. Но, как бы, не всегда наши желания, знаете, должны исполняться полностью. Кто-то будет о чем помечтят дальше. Оставляешь? Ну, что? Вот это она? Ну, я не знаю, давай, ну, интересно сейчас это что-то возить перед собой, как бы, почему нет. Ну, давай вот это простенькое возьмем. Единственное, что нужно спросить, шумит ли оно. Если оно не шумит, то нет смысла. Тут вентилятор будет крутиться. Ну, все. Надо что-то, вот я спрашивала, у них. Анюта, сбегай, пожалуйста, на кассу, спроси, оно шумит или нет. А ты потряси им. Есть там шум? Нет. Я иду играет, оно не играет. Ах, что тут будет играть? Тут нечему играть. Ну, тогда неинтересно. Ему нужно что-то, что шумит. Саша, не трогай, сыночка, руками ничего. Смотри глазами. Машинки есть. Может, в машинках что-то... Мам! Во! Во! Вот, и она Боря. Ну, только розовую не надо брать. Все, Боря уже сам хватил. Да? Вот такая штука, которую мы обожаем. Дети, да, мы вот думали, думали, что ему такого взять, чтобы ему оно было надолго и интересно. Оно вот это не шумит. А вот это, скажи, вот этой палочкой. Тинь-тинь-тинь-тинь. И он сразу такой... По мозгам, папе с мамой. С утра. Да. Ну, зато, скажи, мне классно будет. Забирай. Твое. Все. Быстро на его лицо. На его лицо вот так, снизу снимай. Вот. Куда ушел? Мое. Пошли и будем денежку платить. Пойдем. 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 Боречка, идем. Что вы тут уже такое нашли? Даня говорит, может, робота я возьму. Я говорю, ну вот ты неделю играйся. Он такой и-и-и-и. Вторая неделя прошла. И-и-и. И дальше. И она такая... Лучше кошка. С ней можешь хоть поспать. Короче, кто-то что-то купил. Кто-то что-то не купил. Дома покажем уже более подробно. Там папа расскажет, что ты взял. Насколько там кулек и все остальное. Нерф Паша взял. Мальчиш Аня с Темой вообще тоже себе не смогли выбрать. Сейчас идем в Галамар. Может, что-то там выберут. Пойдем, сыночка, пойдем. Как же удобно, когда он сам уже ходит, а? Пойдем, 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 сына, пойдем. Я там жал кармати. В Галамарт побежал? Ну, выбирайте себе там что-то. Только аккуратно. Пойдем, сына, пойдем, пойдем. Давай маму за ручку. Давай. Мама за ручку. О, бух! Ага, там стекло. Пойдем, пойдем с мамой. Идем тогда сам за мамой. Идем. Идем. Там стекло тут нельзя. Идем за мамой. Короче, сейчас буду брать его на руки, потому что, чувствую, мы до Галамарта будем полгода идти. Там стекло. Бух! Бух! Закрыто, да? Ты еще с таким не сталкивался, да, что хочу пройти, а не могу, потому что стекло. Ага. Посмотрите на него. Он не может понять, почему не может туда шагнуть. Де-е-е, непонятно совсем. Боря, у нас тут удивление. Он хочет туда шагнуть, а ему стекло. Это преграждается. Что это? Уникакция сейчас? Скидки на 17-е число. А, это к 17-ому числу. Прикольно. По 1-ому рублю все? Нет. А, или просто скидки на... Ну, 30-40 процентов. Ага. Десять. Ну, у них там много скидок бывает. Ты посмотри. Где Боря? Вон. Я за ним слежу. Просто что сам момент, пока я его звала, он не шел. А как мы стали с тобой разговаривать, он себе сам пошел куда надо. Так что. А, Галамарт снова украсили шариками. И постоянно что-то новенькое. Да. Борю заковали в темницу, чтобы он ничего в Галамарте не стащил, не поломал, не разбил и так далее. И не поранился. И теперь ты будешь ездить с мамой на тележке. В тележке. И сейчас мы тебе что-то нибудь... Ой, смотри, снова какие-то изменения. Семена. У них постоянно какие-то изменения. Слушай, как не придешь, здесь это техника, посуда. Ну, короче, сейчас будем искать, что нам надо. А теперь мы пришли к себе за подарочками. Садовый вар. Это для деревьев. Срезал ветку. Чуть-чуть-чуть-чуть. Замазанный. А я там читала, что золой можно еще так же делать. Ну, золой-то мне не было. Ну, вот видите, в Алламарке садовый вар взял. А, видите, как сразу. Хозяин какой. Тема там себе что-то прихватил. Дома папа покажет на обзорчике. Пин столет. Пин столет, но такой необычный какой-то он взял себе. Сумки, которые мы на Китайке покупали за почти там 400 или 300 рублей, в Алламарке стоят 100 с чем-то. Вот это? Да, вот это вот такого формата. Помните, у нас разошлись сумки в этом, в поезде, когда мы в Новосибирск ездили. Вот такие мы не берем. Теперь мы будем брать обычные, вот такого плетения. И с такого качества, ну, с такого материи. Надо взять штук 5 минимум. Там сумочки такие постоянно нужны в доме. Посмотрим еще, какие они здесь по качеству. Попользуемся. Они ли, оправдают ли они наши надежды. Боря себе что-то с инструмента там присматривает. Постоянно на работе сварщика нужен вот такой инструмент. Постучать хорошо, мощно. 364 рубля. В городе мастеров 900 рублей минимум. Это кияна или как ты назвал ее? Киянка. Ну, видишь, бери. Борю здесь заложили, покупками обложили. Да, ты в покупках купаешься? Ай, довольный. В общем, мы скупили полгала марта. И теперь на кассе будем сейчас расплачиваться. Настолько много всего взяли, что сумку пришлось вот эту взять. И еще, видите, не до конца пробили. Здесь и детские подарки они себе повыбирали, и нам что-то мы для себя взяли. Поэтому прям очень много разных классных вещей. Обязательно смотрите, обзорчик сделаем. Поделимся, зачем, для чего взяли и что. Ну, как я? Тебе идет. Только так, немножко назад. Нахлобучи ее? Слушай, какая ты красотка. Давай я на тебя нахлобучу. Класс. Классно? Нет. Все свое ношу с собой. Аня ходила, ходила, ничего себе не смогла выбрать. Говорит, а можно себе сладость возьму? Вот и вот. Малина и имбирь. Ну, здесь, скорее всего, красители в малине. Я не думаю. Хотя, может, и нет. Я не думаю. Надо состав смотреть. Короче, мед она любит. Вот такой мед делают сейчас, перемешка. Здесь 83 всего лишь. Понятно. А я взяла холодного. Роллы сейчас Боря покупает. Покушаем и поедем уже к Лене с Мишей. Сладкоежка. Извещи мне ничего не надо, а вот сладости я обожаю. Я здесь в сладке покупаю. А Боря, посмотреть, в какой очереди стоит. Уже стоит минут 15. Там большая очередь за роллами. Короче, сегодня день роллов. День святого Валентина, день роллов. Здесь очень вкусный ролл. Все, взяли мы Сочи. Филадельфия просто. Филадельфия. Сочи. Кто о чем думает, короче, роллы. И это Филадельфия Лайт. О, правильно назвала. Сейчас поедем, руки помоем. Покушаем. Перекусим, вернее так. И куда пойдем? Кто знает, куда мы пойдем? В Динопарт. 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 Продолжение следует...